Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 142, упражнение номер 319. Прочитайте стихотворение Северянина. В полях созрел ячмень, он радует меня. Бражу я целый день по волнам ячменя. Смеется мне июль, кивают мне поля. И облако, как тюль, и солнце сжет поля. Спешите, вставляя пропущенные буквы. Давайте сначала устно объясним написание пропущенных букв. Радует. Что делать? Ра, давать, ать. Первое спряжение, поэтому окончание ед. Меня. Это вместо имения. Вставляем пропущенную бездарную гласную Е. Бражу бездарная гласная О, проверочное слово бродит. Волна. Почему? Дательный падеж множественного числа, окончание А. Ячменя. Бездарная гласная Е, проверочное слово ячмень. Бездарная вставляем Е. Смеется. Бездарная гласная Е, проверочное слово смех. Кивает. Кивать. Ать. Первое спряжение, окончание ед. Облако. Бездарная гласная А, непроверяемое ударение. Солнце. Непроизносимо Эль, проверочное слово солнечный. Подчеркните глаголы, которые изменяются по лицам и числам. По лицам и числам изменяются глаголы, которые стоят в настоящем и будущем времени. Радует. Бражун. Смеется. Кивает. Жжет. Укажите их спряжение. Радовать. Ать. Первое спряжение. Бродить. Ить. Второе спряжение. Смеется. Смеется. Ять. Первое спряжение. Кивает. Кивать. Ать. Первое спряжение. Жжет. Первое спряжение. Записываем данный стихотворный текст каждого строку. Будем записывать заглавные буквы. В раздельно полях созрел ячмень. Запятая. Он радует. Первое спряжение. Меня. Восклицательный знак. Бражун. Я. Бражун. Первое спряжение. Я. Целый день. По. Раздельно. Волнам. Яч. Меня. Точка. Смеется. Первое спряжение. Мне. Июль. Запятая. Кивает. Кивают. Первое спряжение. Мне. Поля. Точка. И. Облако. Тире. Коктюль. Запятая. И. Солнце. Жжет. Первое спряжение. Запятая. Поля. Подчеркнем глаголы, которые изменяются по лицам и числам. Мы сказали, это глагол радует. Бражун. Смеется. Кивают. И. И. Жжет. Прочитайте выразительно. В полях созрел ячмень. Он радует меня. Бражу я целый день по волнам ячменя. Смеется мне, Юль. Кивают мне поля. И. Облако. Коктюль. И. Солнце. Жжет. Поля. В чем сходство и различия в произношении и написании, в лексическом значении выделенных слов. Так у нас выделены слова поля и поля. Эти слова произносятся совершенно одинаково. Пишутся они по-разному. В первом случае по-ля, во втором случае по-ля. Поля, бездарная гласная О, проверочное слово поле. А. Поля, бездарная гласная А, проверочное слово палит. Поля является именем существительным. А. Поля является формой глагола. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.